Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Жанка. И в сегодняшнем видео я покажу вам небольшой обзорчик саратовских авиалиний. Мы летим из Москвы до Мадедова в Саратов. Но сейчас вы еще видите, я нахожусь в отеле. Если вам интересно узнать, что это за отель, это аэроотель. Я вам скажу сразу. И если вам интересно узнать, сколько стоит нахождение здесь сутки, а также что мы тут делали, что кушали, то можете посмотреть предыдущее видео. Может быть, вам будет интересно, а кому-то даже полезно. А в этом видео я вам покажу сам самолет. Но вот сейчас мы еще пока находимся в отеле. Уже собираемся на регистрацию. И в дальнейшем уже я вам покажу, как выглядит самолет У-3 и чем же нас будут кормить. Я немножко расскажу. Мы обычно летаем, ну не очень часто, скажем так, потому что саратовские авиалинии, самолеты достаточно старые. Вот сколько раз мы летали, я не знаю, уже лет 30 этим самолетом точно было. Но говорят, вроде как их уже заменили. Вот посмотрим. Но до этого они должны были быть очень надежными. Честно сказать, сколько летали, было немножечко так страшновато. Но наши пилоты всегда молодцы. Они сажали и в сильный туман, и в морозы. В общем, всегда очень плавно. И посадка, и взлет. Ничего не могу сказать, молодцы ребята. Было всегда... Вот за это я не волновалась. Единственное, что было все время страшно, чтобы самолет не развалился по пути. Хотя мне всегда уверялись саратовчане наши, саратовые родственники, все друзья, знакомые, что наши саратовские авиалинии достаточно надежные. Они строились очень хорошо. Поэтому вот где-то уже, сколько я, наверное, пару лет уже не летала на этих самолетах. И вообще в России была последний раз, получается, где-то, наверное, уже полтора года. Я не была в Саратове. Так что будет интересно посмотреть, что там интересного. И вообще в авиалинии действительно самолет изменился. Какой он теперь стал. И чем будут кормить. То есть у нас где-то полет занимает там полтора часа, по-моему, всего. И всегда кормят. Всегда что-то давали. Мой мужу все время всегда нравилось, что всего полтора часа. И тебя и накормят, и напоят. Потому что вот мы сейчас прилетели из Малаги на Вуйлинге. Вы также можете посмотреть в одном из предыдущих видео. Я рассказала немножко свое мнение, тоже обзорчик сделала. Там пять часов мы летели, и нас вообще не кормили, не поили. Но там как бы это предлагается все, но за отдельную плату. А на саратовских авиалиниях всего там полтора часа. И все в плату входит, вот стоимость билета. И так, что еще? Ну все, сейчас мы приедем в аэропорт. Надеюсь, будет еще видно, так как у нас вообще самолет летит где-то в день, по-моему, часов. Достаточно поздно, не знаю, может уже стемнеет. Попробую, конечно же, поснять снаружи, как выглядит самолет. И посмотрим, что там у нас внутри. Так, взяла я самый, по-моему, базовый тариф. В общем, самый дешевый тариф получилось за сколько, за то ли месяц, то ли за пару месяцев. В общем, достаточно недорогая цена, очень хорошая, где-то 4 с лишним тысячи вышла на человека. По-моему, самый дешевый тариф это там 3 500. То есть можно даже и за эту сумму купить. Но, честно сказать, я взяла за эту сумму, как бы, вечерний самолет. Так как мы летели авиакомпанией в Улинге, я была не уверена, что, может быть, мы опоздаем или прилетим вовремя. Поэтому я не стала брать билет на более раннее время. Думала, приедем, поменяем. Так как билет принадлежит возврату, но, по-моему, вот этот тариф, вот он обмену не подлежит возврату. Но можно обменять. Но оказалось, что обменять там, как бы, в условиях написано, по-моему, доплата всего 500 рублей за переоформление, да, с билета. Но также нужно доплачивать, то есть если нет вот этого тарифа на день вылета, то нужно доплачивать стоимость того тарифа, который вот в этот день. Вот, например, вот мы летели, прилетели в этот раз, и вот уже на наш утренний рейс мы успевали, хоть у нас была задержка почти 2 часа, но мы могли еще успеть. И вот, чтобы поменять, там стоит уже тариф 11 тысяч, то есть нужно было доплачивать там где-то 7 тысяч на человека. Это, я не знаю, со сборами, это, по-моему, еще даже без сборов, то есть получилось бы еще плюс 500 рублей за сбор. Ну, в общем, наверное, где-то тысяч 8 на человека пришлось бы доплачивать, поэтому, если вы решите такой тариф брать, вот имейте в виду, что обменять его будет достаточно дорого. Так, вот у нас уже стоит наш самолетик. Похоже, мне не повезло, это снова старый самолет Як-42Д. Ну, посмотрим, какой он у нас там внутри. Так, достались места, прям рядом с туалетом. Это самое крутое место. Спинка не откидывается, конечно же. В общем, круто. Такой у нас стулик. В общем, очень круто. До встречи. До свидания. Конфетки. Приятно, что он продавал, я даю, дорогой. Так, дали газету. Вот, я взяла вот две. Посмотрим, что у нас там в Саратове интересного. Это у нас система охлаждения сейчас работает. Ведим. Так, у нас еда немножечко другая. Раньше у нас были сэндвичи. Сейчас вот у нас наггеты. Я взяла так, что там адресов и кофе. Кофе теперь вот так вот паковочки дают с сахаром. И там у меня сливочки еще вот спрятались. Сейчас я открою, посмотрю внутри. Так, открыла сейчас коробочку. Значит так вот у нас все, видите, упаковано. Наггеты, кетчуп и вилочка. Все, приземлились. Выглась в Саратове, наконец-то приземлились. Уже стоим в автобусе. Еще пока никого нет. Так как мы были, конечно же, в самом хвосту. Мы самые первые вышли из самолета. Ну что ж, ничего, еще самолет у нас, наверное, полетает лет сто. Как всегда было сначала страшно. А уже когда воздухи понимают, что все будет хорошо. И, конечно, спасибо нашим пилотам. Они у нас на высоте. Они взлетают и сажают наши птички в любую погоду. И дождь, и снег, и холод, и в жару, и даже в туман. Ну и, конечно же, девчонки-стюардессы тоже были на высоте. В общем, было все хорошо. Нормально взлетели, спокойно пролетели и благополучно приземлились. А это все. Спасибо за то, что смотрели. С вами была Жанка. Субтитры сделал DimaTorzok